Волшебный паровоз уже близко. Он везет праздничное настроение и лучшие сюрпризы для танкистов. Большие новогодние коробки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тигр Маус станет лучшим подарком для ценителей немецких сверхтяжей. Большой, как будто съел очень много конфет. Крепкий, как ледяная глыба. С таким зверем можно не бояться любых мышеловок. Второй тяж не такой. Он вообще не такой, как все. Объект 752 отличается от прочих советских тяжей, качающейся башней и барабаном на три подарка. Хорошая подвижность позволит быстро доставлять эти подарки всем, кто плохо себя вел. Сложное бронирование станет той еще задачкой для противника. А еще его пушка может вот так. Есть и три особенных сюрприза восьмого уровня. ХМ-66Ф – это образцовая штурмовая ПТ-САУ для игры от рельефа. Здесь крепкая башня и углы вертикальной наводки. Орудие доставляет много единиц радости и счастья. Башня неполного вращения, чтобы не закружилась голова. ГСОР-10-10 – шустрый заяц с колесами и таким комфортным орудием, что его хочется обнять. Стреляет нечасто, но может попасть на ходу даже в самую верхнюю игрушку на елке. А его задний ход позволит исполнить лунную походку. ТИП-63 – это не просто премиум танк грядущей ветки, который поможет прокачать экипаж. Это универсальный тяжелый танк сразу с двумя механиками. Гидропневматическая подвеска позволяет сражаться на любом рельефе и даже танцевать под джингл-беллс. В зависимости от ситуации. Вторая новая механика охлаждает орудие после выстрела. С ней ты получишь улучшенную точность, если будешь стрелять чуть реже. Только не пытайся охлаждать ей напитки. Открывай коробки и забирай желанные танки. Если ты не получишь танк высокого уровня из 49 открытых коробок подряд, то в 50-й ты гарантированно получишь сюрприз. Еще коробки могут пополнить коллекцию пятью танками уровнем пониже. Они маленькие, но каждый со своими особенностями — историей, гусеницами и пушкой. На любом танке отмечать Новый Год нужно со стилем. Или лучше с двумя. Чем больше, тем лучше. Особенно, когда все как на подбор. Забудьте про ограничения и пристегните ремни. Демон скорости наконец-то показал себя во всей красе. Сверкающий хром, элегантные линии и турбированный монстр под капотом. Восемь цилиндров рычат, как голодные львы. Да, ЕБР готов поджечь под собой трассу. У ГВЕ-100 более классический вид. Она получила реалистичную маскировочную сеть. Теперь вам будет чуть проще спрятать ее под елью. Наверное. Следующий стиль одновременно отсылает к прошлому и думает о будущем. Или о том, празднует ли Новый год на Альфе Центавра. Эй и Фейз Уан, сверкающие на фоне своей путеводной звезды, готов к новым открытиям и новым победам. Стиль для Е-75 делает из него сурового ветерана, закаленного десятками сражений. Панцерваффе покрыт боевыми шрамами и потрепанной противоаккумулятивной сеткой. Этот воин готов спасти Рождество любой ценой. И, наконец, Олд Релайабл для танка Кобра. Стиль посвящен звезде этого года, брутальному Винни Джонсу. Каждый элемент вдохновлен его образом и раритетными ружьями. В этом стиле Кобра становится настоящим произведением оружейного искусства. Изысканным, но от этого не менее опасным. Этот шедевр будет служить верой и правдой, как старый любимый обрез. И, конечно, в коробках можно найти все стили прошлого года. Если ты хотел один из них себе под елку, это лучшая возможность. Долгожданные подарки уже в пути, командиры. С праздниками и удачных открытий в новом году!